Живые, живой звук, живое общение Вопросов подготовленных, никаких загоди составленных планов Как пойдет, так пойдет В общем, за что зацепились, о том и поговорили Заодно и поиграли, показали аудитории нашей свою музыку Группу представлю чуть позже, как это бывает обычно Сразу после первого их музыкального произведения Это будет в некотором смысле и музыкальная заявка тоже Итак, живой звук в программе «Живые», собственно, как обычно Поехали? Поехали Жгем, 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 жгем Жгем, 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 жгем Погнали! Небо плачет, земля смеется надо мной На весь летучий Сердце скачет, душа куда-то рвется и меня Вот-вот заглючит Четыре аккорда, немного, немало Что со мной стало, мама, что со мной стало Четыре аккорда, странной судьбе Прости меня, Господи, весь шел к тебе Жгем, 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 жгем Жгем, 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 жгем Жгем, 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 жгем Что болело, то прошло, мои песни упали в тенях Мое солнце не взошло Я зачем-то уцелел на войне Я все знаю и все еще надеюсь Но впереди-то лопасть Я сгораю, а может греюсь И падаю, падаю в пропасть Уходит земля из-под ног Облака давят на плечи Я опять на распутье дорог О, мой ангел, иду с тобой встречи Я за тебя отопщу А ты меня жди на том свете Я немного еще погрущу Мне здесь тоже, похоже, не светит Лай, ла, 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 ла Ла, 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 ла Ла, 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 ла Лай, ла, 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 ла Субтитры сделал DimaTorzok Лай, ла-ла-ла-ла-i, la-la-la-la Ну вот, собственно, мы и познакомились Будем считать, что знакомство состоялось Группа называется «В небо» Так коротко, просто, лаконично И, главное, зовуще или маняще Давайте будем представлять музыкантов Влад Шкирин, автор текстов, вокалист, идейный вдохновитель и душа компании Правильно? Да, абсолютно верно Здравствуйте Ну, главное, что про себя все знает Стас Марков, вот персонаж, на которого сразу стали засматриваться наши слушатели Которые смотрят трансляцию Я потом объясню, как это можно делать Стас Марков, бас-гитарист, экс-участник, группа «Пилот», мастер своего дела, заслуженный сердцеед Здравствуйте, дорогие друзья Так тут написано, уж прости Далее, Александр Якимов, барабанщик опора и здравый смысл группы А также добрейший в душе человек, это правда Все большие люди добрые В общем, он даже с улыбкой, если что, сделает И шейки не останется на голове, на плечах Да, башка? Ну, добрый Руслан Мансуров, гитарист, да еще и звукорежиссер А в этот микрофон бессмысленный, ты же понимаешь, да? Ты же звукорежиссер, вот сюда подойди Вот Да, есть так Вот Ну, хотя бы раз за эфир-то должны музыканты хоть голос подать свой Если вдруг захотите по ходу эфира что-то сказать, к микрофону милости прошу Обычно отдувается фронтмен А прошу у вас у всех, действительно, если вдруг возникнет возможность и желание отвечать на вопросы Итак, группа «В небо» существует сколько? Как проект существует год, с 2013 года Всего-то? Ну, все мы раньше играли в каких-то других группах Ну, давай признавайся, ну, понятно, что Стасович в пилоте Мы играем рок-музыку с 90-х С 90-х С 90-х, то есть уже 15-20 лет 15-20 лет Ну, ты где раньше был? Где раньше пил, играл? Была группа «Делирий» такая «Делирий» «Делирий», так, тоже пел? Тоже пел, да Тоже пел С 94-го года А год назад случилось в нем Стас, понятно, сколько в пилоте отработал? 16 лет 16 лет Подождите секундочку, ты москвич? Нет Я Я питерский Так В общем-то А группа? Мы встретились Группа-то питерская И группа питерская И группа питерская Почему-то все думают, что она московская Не знаю, почему А вот правда ощущение такое А вот не знаю А вот нет А вот питерская Все питерские Окей Если бы мог Было бы хорошо Если бы Александр Как-то хотя бы раз за эфир выйти Из-за барабанов В те микрофоны говорить нет смысла, Сэш Это бессмысло Вот в этот подойти Я пока потяну немножко паузу Он идет Долго Конкретно Джек Дэниелс На майке Еще раз добрый вечер Ну, наконец-то голос свой услышали Где играл до в небо? Ну, с Владом Группа Делирий Делирий Из Делирия Понятно То есть опыт тоже уже такой большой Были, да, еще проекты Ну, их достаточно много было В итоге сошлись в небе Да Очень хорошо Ну, и Руслан остался у нас с Мазуров Где играл до в небо? Иди, иди, иди Я играл в рок-группе Тоже называется Такая она Nord Waves Вот Я там был вокалистом Гитаристом Ну, и здесь ты тоже на бэк вокале Я так понимаю Ну, да, подпеваю Потому что это дает какой-то эффект Очень так весело и задорно получается Ну, и Владу помочь почему нет? Чисто по-товарищески По-братски Товарищ по цеху Почему нет? 5-2-8-3 Вот, что я не сказал, друзья мои 5-2-8-3 Это короткий номер СМС-ка из Свердловской области пришла Стас, ты шикарен И поцелуйчики сразу Да-да-да-да Значит, 5-2-8-3 Это короткий номер для ваших СМС-ок Присылайте, пожалуйста, их сюда На этот номер И вопросы, впечатления, эмоции Я, прежде всего, конечно, выискиваю вопросы Очень любопытно, что вы хотели бы спросить у коллектива Но и эмоции с впечатлениями тоже дело полезное Официальная группа ВКонтакте Это группа нашего радио Моя официальная группа Семена Чайки Пожалуйста, под фотографией То есть фотография коллектива Анонсы Которые мы вывешиваем каждый раз Можете уже Ой, уже много чего написали Ну и отписывайтесь дальше Могу сказать, что Группа в небо Ну вот имея в виду сам анонс Там, где информация о программе Название коллектива выделено синеньким Соответственно, это активная ссылка Кликая на которую вы оказываетесь В официальной группе ВКонтакте И таким образом можете стать Участниками этой официальной группы ВКонтакте И получать всю информацию Прежде всего, раньше других И еще один очень важный момент Вы можете, кроме того, что слышать Все, что происходит в студии Видеть Благодаря камере 360 градусов От планеты Ру Спасибо этой краудфандинговой платформе Замечательной За этот потрясающий подарок Стоит эта камера у нас на столе И такое ощущение, что вы сидите на столе Крутя мышкой Озираетесь по сторонам Видя все, что здесь происходит Наблюдая за студией Что называется Как бы изнутри Подглядывая В этом есть какая-то фишка Попасть в камеру В нашу студию Попасть в камеру, нет В студию попасть к нам через камеру Можно Зайдя на сайт нашего Наша.ру Там сверху в красной полосочке Есть ссылочка Камерка такая маленькая Видеокамерка Нажимаете, попадаете Кроме всего прочего Мы с Юлей, с продюсерами эфира Периодически в обсуждениях Имея в виду под анонсом В обсуждении Выкидываем ссылку на камеру Были в курсе событий Все, что нужно было сказать По контенту я сделал Теперь давайте Как первая песня называлась Первая песня называлась Жгем Мы хотели бы сегодня Презентовать наш новый альбом Сыграть 12 композиций Этого альбома Альбом однажды Да Это альбом 13-го года Который мы писали С лета по осень 13-го года Вот в октябре закончили И вот Который по счету тонус У в небо первый У в небо? Да, у в небо первый Были альбомы У Делирия А у в небо Как у проекта Это первый альбом Первый Однажды Дебютный Дебютный альбом Однажды И сегодня вы этот дебютный альбом Презентуете в программе живой Да, хотели бы презентовать слушателям Вы это уже делаете Презентуем Слушателям нашего радио Вы это уже делаете Я тут смотрю Даешь рок-шансон В небо лучше Мочите А почему рок-шансон? Вы себя к этому жанру относите? Рок-шансон? Ну мы как-то так пошутили однажды У кого-то прижилось Мы не делим здесь коллективы на жанры Мы считаем, что музыка бывает всего двух Жанров Хорошая и плохая Вы играете музыку хорошую Значит, Семен, пожалуйста, передайте Стасу Что он замечательный Очень-очень добрый и хороший Пусть улыбается почаще Всему ему самого приятного и доброго Вчера как раз получила диск однажды Успела затереть до дыр Вчера Каждая песня по-своему прекрасна Но для меня особенно Америка Слушала просто лежа на полу И смотря в потолок Больше ничего не надо было Каждый раз я в небе Слушаю ваши песни Это прекрасно Спасибо за творчество Пишет Катя Башлачева Девушка с такой фамилией Не может быть человеком нечестным Да? Катя Башлачева И почему-то все время Передают привет Стасу Стас Сердцеед Что делать? Что делать? Надо печь, что делать Какая будет следующая песня? Я запутался Я запутался Это песня так называется? Да, да, да А я ж поверил Живой звук программы Живые Здесь сегодня группа В небо Погнали Я сижу на лодочке Верю чудеса Улетают бабочки в небеса Пацаны с района Руку жмут Это все фрагоны У меня все гуд Я с утра пораньше Принял и забыл Все послал подальше И поплыл Вижу небо в клеточку Жму пятак Поправляю кепочку Мне ништяк Я запутался Давай лама Где моя жизнь А где реклама Я запутался Харе Кришна Нужен я здесь Или лишний Я сижу на корточках у стены У разбитой форточки Жду весны Мимо проплывают облака Я сижу валяю дурака Я запутался Я запутался Давай лама Где моя жизнь А где реклама Я запутался Харе Кришна Нужен я здесь Или лишний Я сижу надежно На мели Что-то мне тревожно Развели Словно в одиночке По судьбе Я ритму и строчки О тебе Я запутался Давай лама Где моя жизнь А где реклама Я запутался Харе Кришна Нужен я здесь Или лишний Я запутался Давай лама Где моя жизнь А где реклама Я запутался Харе Кришна Нужен я здесь Или лишний Ну и хорошо Запутался Собственно вот Что касается запутаться Мне дико любопытно Действительно Когда музыканты Творят что-то Да Под одним брендом Под одним названием Потом вдруг случается Не знаю Уход из этого жанра Может быть Уход от цилистики Или от этого названия Становится другим коллективом Это что? Это желание роста Какого-то Или возможно Тупик в который Приходит музыкант Когда понимает Что в этом составе В этой стилистике Он уже все сказал Все сделал Ну музыкант Как любой человек Он всегда что-то ищет новое Хорошо бы Ищет новое Есть такие музыканты Которые 30 лет На одном материале И ничего Нормально их любят Ты понимаешь в чем дело? Хочется верить Что мы не скоро Еще разбежимся И надоедим друг к другу Не помню кто сказал Сейчас подскажите Я сейчас скажу Аудиторию обращу Никольский Никольский да Что пусть новые песни пишут У кого плохие и старые Я в этом смысле С ним сыт не согласен Потому что считаю Что творческий человек В общем на одном и том же Сидеть не должен Должен как минимум Пытаться создавать что-то новое Если получается Не получается Значит я списался А если уж сидеть На одном и том же То в общем в принципе Это стагнация На мой взгляд Хотя Вот тут есть одно Очень любопытное сообщение Которое я прочитаю Чуть позже Сейчас у нас время для Ну как-то я говорю В шутейной форме Хотя в общем шутка шутками Но это правда Время для кормильцев Живые Живой звук Живое общение Ну давайте Двинемся дальше Напомню здесь сегодня Питерская команда В небо Почему мы дикорады И когда я перед рекламой Говорил о том Что нельзя стоять на месте Я готовился Прочитать сообщение От Леши Шубина Он наш админ Один из админов В официальной группе В моей Но тут он пишет Вот что Извиняюсь что не в тему Пишет сюда как обычный человек А не как админ Десять лет прошло Пишет он А ничего не поменялось На рубеже веков Ну лет Опять тому назад Да Сто лучших песен На нашем радио Возглавляла группа крови Это было пять лет назад А сегодня Она на втором месте Мы только что провели Акцию Пятьсот лучших песен Нашего радио За пятнадцать лет И вот на первом месте Угадайте кто Понятно Группа Король и Шут На втором месте Группа Кино А десять лет назад Вернее Да Десять лет назад Группа Кино Группа Кино была На первом месте В общем мало чего Поменялось на самом деле Так вот Что он пишет Сегодня она на втором месте Возможно только потому Что поклонники Короля и Шутан На волне памяти Своего кумира Вознесли ее На первое место Я склонен рассматривать Это как сиюминутную Флуктуацию А мы еще все Родом Из Цоевской группы Крови Никуда от этого Не деться Пусть это послужит Эпиграфом К сегодняшнему эфиру Первый Король и Шут Лесник Второе кино Группа Крови И дальше многоточие Немножко 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 Мало над собой Работали И развивались То есть гитарист Или басист Или барабанщик Да И ты это признаешь Да И в общем Ты не против того Что творческий человек Коллектив Неизвестный Известный Неважно Развивающийся Должен в постоянном режиме Искать что-то новое Конечно Даже несмотря Много лет Он должен развиваться Иначе он в застое В этом перестает быть Интересен кому-то Это очень важные слова Особенно приятно Что эти слова Произносит музыкант Который 16 лет Работал в группе пилот Это очень важно Я призываю всех наших слушателей Я делаю это уже столько времени В каждом эфире практически Не зацикливайтесь на чем-либо Ищите для себя Новости какие-то Неожиданности Расширяйте свои горизонты Вот сегодня есть такая возможность Группа в небо Чудная, замечательная группа Очень светлая, чистая музыка И главное чисто И светлые помыслы У этих ребят Несмотря на то Что прячут глаза За черными очками Время от времени Вот как, Влад А что будем петь дальше? Гонится шар земной Почему бы нет? Живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня группа Из Санкт-Петербурга В небо Самолеты улетели на юг Вчера заходил лучший друг Заварили с ним чаю покрепче И на душе стало легче Я верю в случайные встречи От которых мурашки по коже Ты и я словно чет и нечит И отчаиваться не гоже Гонится шар зимой Вот за тобой, за мной Плавали, знали мы Летом после зимы Я об этом пою И мне с этим жить К вам по небу плыву Каждый день учусь любить Просто я как живу Я верю, что лето поможет Про снег и мёд забыть От которых тоже мурашки по коже Ребята, так хочется жить Я верю, что можно прожить Несколько жизней за раз Полюбить и разлюбить Снова влюбиться в вас Гонится шар земной Он за тобой, за мной Плавали, знали мы Летом после зимы Я об этом пою И мне с этим жить К вам по небу плыву Каждый день учусь любить Просто я как живу Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Гонится шарик зимой Он за тобой, за мной Плавали, знаем мы Лето после зимы Я об этом пою И мне с этим жить К вам по небу плыву Каждый день учусь любить Просто я так живу Самолеты улетели на юг Вчера заходил лучший друг Заварили с ним чаю покрепче И на душе стало легче Ну вот это уже по-нашему Сели Крепенького чаючку Заварили Нет, в хорошем смысле Что заулыбались-то? Я про чай В чистом виде Тут группа Анимация Привет вам передает Слушают В полном составе практически Привет Анимация тоже привет 7 февраля Кстати пользуясь случаем 7 февраля Будем играть перед ними В клубе Космонавт Перед ними Не для них А перед ними Как бы на разогреве Как бы на разогреве Вот Они сейчас слушают Мы давно дружимся Давно дружимся С Анимацией Будем играть 7 февраля В клубе Космонавт В городе Санкт-Петербург Ну вот они сейчас слушают Видимо Формили вы Все ли вы правильно делаете Сделали верный выбор Рассуждают для себя Понимаешь Так что не подкачайте Как минимум перед ними А вот здесь пишут Что ваш фан-клуб В полном составе Вас сегодня слушает А сколько у вас народов В фан-клубе Мне интересно У нас их Несколько Уже Уже несколько Вот Юрий Суворов Пишет это из Питера Юрий Суворов Это Санкт-Петербург Санкт-Петербург Еще Московский Уфимский Рязанский Это все ваши фан-клубы А когда вы успели Завоевать столько За 13-й год Ты сказал Что год существует Коллектив В этом составе За год работы За 13 За 2013 А что в этом году В 2013 В прошлом Теперь уже сделали Такого особенного Ну не знаю Много покатались по стране Много дали концертов Как так можно собрать Фан-клубы Вокруг себя За год В таком количестве Ну наверное Большое спасибо Еще интернету Что посредством Интернета Можно передать Свою музыку Людям То есть Качают вас В большом количестве Я так понимаю Ну Ваши песни В смысле Бывает Да Бывает Ну Неразговорчивый какой Я же Все хочу Ну ладно Не хочешь сам себя Презентовать Буду я вас Презентовать Заходите в группу Вконтакте В группу Вконтакте Коллектива В небо Я думаю Что и песни Там сможете Подскочать Для тебя Посмотреть Послушать Пока там Не очень много Народа Давайте-ка Станем Я хочу Посмотреть На ту цифру Которая будет В конце эфира Сейчас цифру Я пока не называю Я ее зафиксировал Для себя Становитесь Участниками коллектива Ну я имею Группу Вконтакте И тогда Кстати Ближайший концерт Только в Питере Будет А в Москве Например В Москве У нас будет 29 марта Да Открылся новый клуб ДК ВВЦ То есть метрового ДНХ ДК ВВЦ 29 марта Ждем Приходите Во сколько скажи Ориентировочно Наверное 20.00 Танюшка Шибаева пишет С нетерпением Ждала этого дня Очень приятно вас слышать В эфире нашего радио Так держать Вы лучшие А вот Светлана Коваленко Пишет Следующий вокал Какой-то Теплый что ли Вот как ты свой вокал Сам определяешь А я так его оцениваю Теплый Привет Нашим любимым исполнителям Которые нас познакомили Мы с вами Вы лучшие Не волнуйтесь Это успех Саша Пес и Вика Это из Питера Сообщение на смс-портале 5283 В небо Действительно туда и унесли Милая музычка Но заводит Пишет Лексов Например Привет всей группе Ведущему отдельное спасибо Барабанщику У которого мы репетируем О как А что база своя что ли Репетиционная Хорошо живут Кстати Саше Псу и Вике Тоже большой привет Наши давние поклонники Привет слушаю вас постоянно Я бы не сказал Что ребята исполняют Что-то необычное Что бы цепляло Но слушаю с удовольствием Долгих им лет творчества Отличная музыка Михаил Уданов Орехово-Зуево Вот пожалуйста Какие планы на лето О Человек спрашивает уже Какие у вас планы на лето Да зиму бы пережить Я не хотел сказать Тому эти морозы Как-то Перескочить А вообще в принципе Гастрольный план Серьезный у вас Вот скажем Если за 13 год Так отмотать назад Сколько вы Прокатались Где были Какие концерты давали Ну в 13 году В основном Только все в Питере Пока были Только по Питере Да В 14 уже планируем Уже выезды Забавно А фан-клуб есть в Уфе Как же так Интернет 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 Семен а вот спросите У коллектива Нет ли идеи Начать с копанкой Или хард-рок Играть в будущем Виталий Захаров спрашивает Так мы наоборот Ушли от него От скопанка От психоделики И от хард-рока А почему Пришли к песне С теплым вокалом То есть возраст Тоже не тот Да конечно Все уже Вот это вот Чего вот это Трестись на сцене Можно спокойно сесть Расслабиться Ну конечно Правильно Правильно Со временем Хочется немножко Больше покоя Плед теплый Теплые носочки Кресло-качалка Кресло-качалка Горячий крепкий чай Давайте пить дальше Что это будет Какая песня Песня номер четыре Мне больно смотреть на небо Живой звук В программе Группа в небо Которая больно смотреть на небо Живой звук В программе живые Поехали Редактор субтитров А.Семкин 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 Я ва-банк все песни поставил Точки-цифры, буквы, слова, шифры Вдохновения многоточий Улететь мне так хочется очень Мне больно смотреть на небо Не смотреть мне еще больнее Выйти в люди за хлебом И стать сильнее Мне больно смотреть на небо Не смотреть мне еще больнее Выйти в люди за хлебом И стать сильнее. Достучаться до боли, До ползни, до порога, Достучаться до боли, До ползни, до порога. Мне больно смотреть на небо, Не смотреть мне еще больнее, Выйти в люди за хлебом И стать сильнее. Мне больно смотреть на небо, Не смотреть мне еще больнее, Выйти в люди за хлебом И стать сильнее. Выйти в люди за хлебом И стать сильнее. Выйти в люди за хлебом И стать сильнее. Какие интересные метафоры, я тебе скажу. А чьи стихи-то? Мои. Да ладно? Да точно. Да перестань. Да точно. Век воли не видят. Нет, правда, очень метафоричные, Необычные тексты. Не могу сказать, что они какие-то затейливые, Но в каждой фразе есть подтекст, Который я, например, улавливаю. И не только я, потому что об этом уже писали люди, Что, дескать, тексты вызывают удивительное совершенно ощущение чего-то необычное. Ну, то есть, это не впрямую, это не в лоб. Это клево. Работаем, работаем над этим, чего уж. Это комплимент. Значит, Александр Власов пишет. Здравствуйте, живые. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте, лежу в больнице после операции. Группа для меня в новинку. Слушаю вас уже давно, но речь о программе. И очень нравится. И вот у меня такой вопрос. Что бы вы сделали в своей жизни сейчас, чего не смогли сделать в прошлом с Аней из Питера? Кстати, у него, как я понял, следующее сообщение было через 6 часов еще одна операция. Через 3 часа еще одна операция. И вот он сейчас лежит, расслабляется, ждет этой операции, слушает программу. Надо бы попытаться действительно ответить. Что бы вы сделали? Ну, во-первых, Саня, поправляйся, Сань. Да, вот это правда. Рак крови. Сань, поправляйся. Несмотря на тяжесть, поправляйся, Сань. Мы все желаем, да, Саша Власову скорее поправиться, выздороветь, избавиться от этого ужаса. Но все-таки давайте ответим на этот вопрос. Что бы вы сделали в своей жизни сейчас, чего не смогли сделать в прошлом? Чего не успели сделать, наверное, и так. Что бы я сделал? Ну, каждый из вас. А я бы выучился бы на пилота гражданской авиации. И стал бы пилотом. Мечтал раньше об этом. И сейчас мечтаю. Поэтому и название такое. Думаю, в небо. Думаешь... Летать же хочется. Думаешь, поздно уже учиться на пилота? Должен поздно, поздно. Ну, не знаю, я поспорил бы. Мы ответим на этот вопросчик. Живые. Живой звук. Живое общение. Давайте дальше двинемся. И вопрос был задан. Стас, давай к микрофону. Что бы ты сделал сейчас, чего не успел сделать раньше? Вот как сказал Влад, он бы выучился на летчика на пилота. Он вот где-то примерно в том же плане, только не на летчика на пилота. Я бы не тратил много времени своей жизни, участвуя в техническом вузе. Я бы лучше пошел в музыкальное какое-нибудь училище высшего образования. И получил бы его. И вот на сегодняшний день я хочу быть музыкантом. Ну, так ты же и здесь музыкант. А я хочу быть... Крутым музыкантом. Серьезным музыкантом. А какое техническое училище заканчивалось? Политех питерский. Ну, то есть ты кто по профессии? По профессии я танки строил. Танки, в смысле военные танки? Да, военные танки. Ну, мало ли, бывает же танкеры. Да, ходовая часть военных танков была моя специализация. Ну, когда пришло время уже выходить на работу, я уже занимался музыкой. В общем, танкостроение тебя лишилось. Да. Как инженера. Ну, и, в общем-то, разводится Советский Союз и вся наша оборудованная промышленность за ней. Ну, и поэтому ты взял в руки бас-гитару и правильно. Руслан, расскажи, пожалуйста, что бы ты сделал сейчас, чего бы ты не успел раньше? Ну, во-первых, я всегда делаю то, что я хочу. Ну, не в смысле анархии, а в смысле я всегда добиваюсь своих целей, ставлю цели и иду к ним планомерно. Поэтому ничего в своей жизни я бы не хотел менять. Она мне абсолютно нравится. Мне нравятся люди, которые повстречались с ней на пути. Абсолютно все. Вот. Единственное, что хотелось бы просто стремиться действительно к лучшему, к совершенству. Встречаться еще с новыми людьми. Познавать этот мир. И делать его лучше. Вот привет всей группе в небо. Особенно гитаристу. Люблю его, пишет Анжелика Цыганова. Так. Я тебя тоже люблю. Вот. Но он ничего не хочет менять в жизни, Анжелика. Имейте в виду. В общем, в принципе, попали в десяточку, получается, значит, в этой жизни. Слава богу. Ну что, Саша? Ну, в общем-то, я примерно присоединюсь к руслановским словам, потому что особо я ничего не хочу менять. В общем-то, я и так изменил. До этого я особо музыкой не занимался. А сейчас я занимаюсь музыкой и получаю от этого удовольствие совместно, как бы, в данной группе. У нас подобрались очень хорошие люди, с которыми просто приятно общаться, помимо того, что играть музыку. Круто. Здорово. Вот скажите, вы друзья или вы просто коллеги? Вот мне интересно этот момент обсудить сейчас. В общем, были случаи удивительные, конечно, в программе. Честно говоря, я вот до марта 2013 года не знал ни о группе Делирии, ни об этих людях ничего. А, то есть ты пока еще не стал другом. Ты просто коллега. А вот хорошо, трое остальных участников коллектива, вы дружите или это собираетесь для того, чтобы играть песни? Ну вот из нас, из нас четверых, то есть давно мы общаемся с Александром, с барабанщиком. То есть... То есть вы друзья? С Сашей, да. То есть мы друзья, да. Вы весь проводите время, не знаю, вы ездите на рыбалку, на охоту, в баню, ба-ба-бамаги. Нет, у нас гораздо все проще, мы вместе репетируем. Вот. А времени на это уходит много? Да, достаточно. Я просто почему спрашиваю теперь об этом, не помню, какой был коллектив, сейчас просто не хочу ломать голову и вспоминать. Первый за много времени существования программы, ну полтора года, чуть больше уже, когда зашла тема отношений вне музыки, вокалист сказал, да мы не друзья, мы коллеги. Мы, в общем, не обязаны друг с другом, мы хорошо относимся друг к другу, уважаем и ценим, но у каждого из нас своя жизнь, и эта жизнь никакого общего, ничего общего не имеет за жизнью других людей. Это был первый случай, я поэтому теперь так иногда спрашиваю, а вы как-то дружите или все-таки это не более чем коллективное творчество, а дальше каждый пошел своим путем и укажет свою жизнь. Нет, наверное, все-таки мы больше друзья, больше друзья. Я скажу так, что все-таки музыка, она подразумевает схожесть психотипов, почему? Ну и, соответственно, в дальнейшем развитие дружбы. Почему? Потому что если люди не идут и не мыслят в одном направлении, то есть и музыка не получится, а у нас она, ну так, более-менее что-то получается. Скромный какой. А у нас она так, более-менее получается. Да все хорошо у вас получается, чего скромче. Давайте по местам, да. Хотелось бы упомянуть еще пятого участника нашего коллектива, благодаря которому мы записали этот альбом, аранжировщик и звукорежиссер Павел Ключерев, хорошо известный по группе «Краденное солнце». Так. То есть это основатель, можно сказать, группы «Краденное солнце». Незримый участник. Почему незримый? Ну, сегодня его с нами как бы нету, а пластинка однажды записана непосредственно при его участии, как аранжировщика и звукорежиссера. Это приятно. Так что спасибо Павлу Ключереву. Это приятно слышать. Приятно слышать, что музыканты вспоминают друг о друге с теплотой в голосе и в сердце. Что играть-то дальше будем? Как называется следующее произведение? «Однажды». «Заглавная песня альбома». Слушай, альбом-то дай мне, пожалуйста, что же вы... Я хочу показать в камеру тогда. Люди ведь смотрят, надо показать, как выглядит альбом однажды. Вот он, ёшкин кот, космонавт на Луне, небось. Фотография такая здесь удивительная. Вот это вот альбом группы «В небо». Их дебютный альбом. И «Однажды» это, собственно говоря, заглавная песня альбома. Да, многозначительная однажды. Наверное, однажды мы встретились. Можете посмотреть, что в отражении у космонавтов-шлемофона. Ну, большой город. Вот он прилетел на другую планету. И увидел, что там тоже есть. И увидел её практически перед собой, как я понимаю. Ну, давайте поехали. Живой звук в программе «Живые», чтобы времени терять зря. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Однажды все сбудется, завертится, закрутится. Однажды все кончится, печаль и одиночество. Самолёты, поезда, меня отсюда навсегда. Мы бежим по кругу, навстречу друг другу. Я не успел тебе сказать, всего три слова «Я тебя люблю». Живи, не умей прощать. Попаши рукой моему кораблю. Попаши рукой моему кораблю «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю», «Я тебя люблю». Однажды все сложится, удачно размножится. Однажды все склеится, переболит, перемелется. Мы обязательно встретимся на границе, отметимся. Телефонами обменяемся и опять потеряемся. Я не успел тебе сказать, всего три слова «Я тебя люблю». Живи, не умей прощать. Попаши рукой моему кораблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я не успел тебе сказать, всего три слова «Я тебя люблю». Живи, не умей прощать. Попаши рукой моему кораблю. Слушай, а ты не пробовал стихи писать? Ну, то есть, ну, как говорят, что тексты песен — это одно, а стихи... А стихов-то тоже много. То есть ты их издаешь, нет? Ну, пока в стол. А, надо бы издавать, потому что... Стихов больше, чем песен. Вот самая-то главная фишка, я сейчас это еще раз для себя оценил. У тебя, пожалуй, не тексты песен, у тебя, пожалуй, стихи. Не, ну, то, что можно положить на музыку, превращается в песни. Тут вот кто-то уже по этому поводу тоже написал, что поначалу не понял смысла. Ну, то есть слова и слова, потом стал вслушиваться и понимая, что цепляет на каком-то пот тексте, где-то там, внутри, в глубине. Очень круто. Хвалят за стихи, хвалят за тексты. Я тоже это делаю с удовольствием, кстати, сказать. 5283 — это короткий номер для ваших смсок. 5283. Понятное дело, и эмоции, и впечатления, и вопросы. Вот Андрей Мехманов. Это, правда, не смс-портал, это группа ВКонтакте, группа нашего. Добрый вечер. Хотелось бы уточнить один момент. Один из музыкантов сказал, что участвовал в рок-проекте, если я правильно услышал «Нордвейв». «Нордвейвс». «Нордвейвс». «Нордвейвс, да». Но человек спрашивает об этом и не развивает свою мысль. Да, именно в этом проекте принимал участие один из музыкантов коллектива «В небо». Не знаю, доволен ли тот, кто задавал этот вопрос теперь ответом или нет, но тем не менее. Костя Кулясов появился здесь. Привет, группе «Анимация». Вопрос в группе «В небо». Ну, как Москва, друзья мои? Первая гастроль, ощущения какие? Все шикарно, шикарно. Холодно только, как и в Питере. А так все шикарно. А вы ехали-то в Москву на эфир? К нам сюда? К вам, к вам. Никаких больше оказий? Не-не-не-не. Ни концертов, ничего? Нет-не-не. Слушайте, братцы, спасибо. К вам и обратно. Спасибо вам. А на чем ехали? Поездом. И обратно на поезде поедете? И обратно. Эх, как же все-таки приятно, когда люди решаются на такие шаги. Это чертовски греет душу. Вот Павел Запольский вопрос в группе задает. Если у вас есть фан-клуб, если у вас есть фан-клуб в Уфе, как вы относитесь к творчеству уфимских групп, например, Виачапа, Люмин, Годзмеи? Я вот вас слушаю, и мне прямо вот на душе так хорошо, пишет Павел. Стас, расскажи про Люмин. С Люмином, да, я знаком. С Тэмом знаком и близко. Ну, группа пилот пересекалась с группой Люмин неоднократно. И поначалу, в общем-то, мы даже у Тэма как-то раз ночевали. Он нас приютил, потому что мы были начинающим коллективом, они собирали полные залы. Ты сейчас о пилоте говоришь? О пилоте, да, о пилоте. Вот, и, естественно, люди, которые устраивали нам концерты, они экономили на всем, на чем можно. И вот один раз нас приютил на ночь Тэм. Прекрасно, прекрасно провели время. Ну, и дружите с тех пор. Да, конечно. Вот это к вопросу о том, какие отношения с уфимскими группами. Так, ищу. Были несколько сообщений. Вот. Привет, ребята. Мы за вас болеем. Отлично звучите. Мы на вас равняемся, и когда у вас будет большой сольный концерт, будем у вас на разогреве. Вадим Барабанщик и Кискот. Привет, Вадим. А знаете эту группу, что ли? Да. Вот. Они тоже репетируют с нами на одной пазе. Вот хотят с вами на разогреве поиграть. А возьмете? С удовольствием. Все, вы на всю страну, ребята, сказали об этом. Имейте в виду. Вадим Барабанщик это дело услышал. Кстати, о звуке, если говорить о звуке, то за режиссерским пультом, за звукорежиссерским пультом, сегодня Михаил Скоренков, наш звукорежиссер программы «Живые», за что огромная благодарность. Пора играть дальше. Что это будет? Можно перед тем, как начнем играть? Поздравим с днем рождения Вячеслава Никонорова. Опа. Лидера группы «Ангел небес». Славик, с днем рождения. Всех благ. Всех успехов. Всех успехов. С днем рождения. Это кто такая? Мишель Шакирова. Ей сегодня исполняется 18 лет. Так. С днем рождения, Мишель. Все сказал, что должен был. Как называется песня, еще раз? Песня шуточная. Муза. Муза. Муза, муза. Любит у нас в России муз. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «В небо» из Санкт-Петербурга. Поехали. Муза. Волком на луну не надо ввыть, Подтянуть струну, реку переплыть, В поле перейти, в кромешной темноте, Огонь найти и быть на высоте. Муза ушла к Тому Крузу. Такие дела ушла. Мне на память оставила фото. Там она, брат, и Тон Круз, и еще кто-то. Мужчины не плачут в образе мачо, Слеза покатилась, сердце разбилось, Душа развернулась, выход нашла, А ты не вернулась. Ушла, совсем ушла, моя муза, ушла к Тому Крузу. Такие дела ушла. Мне на память оставила фото. Там она, брат, и Тон Круз, и еще кто-то. Муза ушла. Муза ушла, моя муза ушла, Муза ушла, кто Круз, и еще кто-то. Муза ушла, моя муза ушла, Субтитры создавал DimaTorzok Живой звук. Живое общение. Давайте двигаемся дальше. Напомню, в живых сегодня группа «В небо». Мы, как обычно, говорим, играем. Ну и, соответственно, складывается у вас определенное впечатление о коллективе, который сегодня в живых. Надеемся, это впечатление исключительно положительное. Вот тут вот вопрос к вам от Вавана Кунгурцева. Хочу создать свою рок-группу. Состав уже имеется. Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Интересный вопрос, правда? Мне кажется, нужно начать с написания песен. Тщательно отобрать материал, наверное, из того, что есть. Отобрать, может быть... Это второй уже пункт. Когда написал песни, отбираешь. Нет, ну, будем считать, что он написал много песен. Из этого количества отобрать самое-самое. Пусть даже это будет одна или две. Записать хорошо. Ребят, прежде всего, мне кажется, нужно найти хорошего руководителя. Мнения разошлись. Да, который будет все отсеивать и вашу деятельность приводить в порядок. На первых парах. То есть ты продюсера имеешь в виду, в данном случае? Да, сейчас это называют продюсером. Раньше это называлось художественным руководителем. Вот, ну... Слушайте, а вот правильно мысль, допустим, если сформулировать так? В молодой группе можно, если есть состав, если есть музыканты, и музыканты достойные, в принципе, можно начинать копировать кого-то, с каверов начинать, как бы снимая. Или все-таки надо начинать сразу со своего материала? Снимая, это будет очень хорошая школа. Школа, школа. Я думаю, что с этого стоит начать, потому что мы также начинали кого-то снимая. То есть это первые шаги в музыке нужно делать. Не то, что самостоятельно, не пытаться лбом в стенку биться и пробивать ее. А вот посмотрите, как другие это делали. Поучиться чужому, потом уже понять, что мое, что не мое. И уже изобретать свое. То есть это ничего там криминального и, тем более, предусудительного нет. Правда? Ну, повторяя чужую музыку, играя ее, мы учимся. И ничего страшного, если разнообразный репертуар в арсенале музыканта есть, это никак не влияет на его остатки. Я думаю, Саша бы еще добавил, и надо играть в метроном. Как барабач. Саша, да? Просто он сейчас не подошел к микрофону, но я за него сказал. Александр бы сказал, надо играть в метроном. А когда наступает тот момент, где надо уже прекратить заниматься съемом чужого, а начать свое? Ну, когда появились свои силы? Никогда. Да, я вот до сих пор постоянно что-то разучиваю новое, потому что это вливает новую кровь. То есть, и на самом деле музыкального материала, да, классического, стандартов настолько много, что его за всю жизнь не перелопать. Я почему об этом спрашиваю? Все же хотят быть индивидуальными, все хотят быть ни на кого не похожими. А если долго засидеться в этой стадии каверства, да, ну, то есть съема с чужого, то можно, в общем, как-то так... Никогда не начать свое? Вот именно. Ну, тут каждой команде, в общем-то, самим выбирать, каким путем мытье. Играть в кавера или начать уже играть в свой материал. Ну, давай так, попытаемся вспомнить. Вот вы когда все начинали свое творчество, естественно, тоже со съем. Ну, понятно, у всех это было. В какой момент вы это прекратили? Сколько лет ушло на то, что вы пытались как-то подражать? А потом стали заниматься своим? Ну, я, наверное, пошел другим путем. То есть у меня как бы еще лет 20 назад пошли какие-то свои песни, и я стал уже, наверное, играть свои какие-то тогда еще песни. Ну, то есть, в принципе, он долго не засиживался на чужом. Получается, да, что пошел как автор-исполнитель. Отлично. Живой звук в программе «Живые», как водится, 5283. Это короткий номер для ваших смс-сообщений. Прежде всего, конечно, выискиваю вопросы от вас, уважаемые, обращаюсь к нашей аудитории. Ну, и эмоции ваши, и впечатления тоже полезная штука. Не забывайте об официальной группе ВКонтакте. Там под анонсом уже много чего написано. Я так по ходу игры музыкантов, слушая песни, все-таки пытаюсь еще отыскивать какие-то ваши любопытные сообщения. Это тоже интересно. Обратная связь всегда полезна. Как называется следующая песня? Следующая песня «Удача». И пусть она сопутствует всем, и в том числе этой команде, которая собралась. Живой звук. Дорогами живые. Здесь сегодня группа из Санкт-Петербурга «В небо». Поехали. Не печалься и не грусти. Ты на волю себя отпусти. Если уныние грех, будь веселее всех. Выпусти зверя. Выпусти птицу. Надо верить. Не надо злиться. Пустите ко мне на свидание удачу. Я не забою и не заплачу. Я не сбегу. Мне здесь кайфово. Я дал тебе слово. Пустите ко мне цыганку удачу. Я не забою и не заплачу. Я не сбегу. Мне здесь кайфово. Я дал тебе слово. Дорогая. Я не могу заснуть. Луна мне спать не дает. Это мой путь. С него не свернуть. Муза в душе оет. Дорогая. Мне как-то че-то. Ну, вообще не по себе. То ли от вечного чувства полета. То ли я переслушал любовь. Пусти ты ко мне на свидание удачу. Я не забою и не заплачу. Я не сбегу. Мне здесь кайфово. Я дал тебе слово. Пусти ты ко мне на свидание удачу. Я не забою и не заплачу. Я не сбегу. Мне здесь кайфово. Я дал тебе слово. Пусти ты ко мне на свидание удачу. Я не забою и не заплачу. Я не сбегу. Мне здесь кайфово. Я дал тебе слово. Пусти ты ко мне на свидание удачу. Мы не забою и не заплачу. Мы не сбегу. Нам здесь кайфово. Мы дали друг другу слово. Пустите к нам всем тяганку удачу. Я не забою и не заплачу. Мы не сбегу. Нам здесь кайфово. Мы дали друг другу слово. Пусти ты ко мне на свидание удачу. Как ребята относятся к запрету на алкоголь, запрета на курение в общественных местах? Правильно ли это с точки зрения рок-музыкантов? Вот вопрос. Почему-то я считаю, что рок-музыканты бухать должны обязательно и курить не переставая. Открою страшную тайну. Не пью 15-й год. Так. Это почему страшная тайна-то? Ну, это о здоровом образ жизни. О здоровом образ жизни я рок-музыкант. Это прекрасно, так. То есть, получается, с 99-го. Ну, замечательно. Тебя поддержат все остальные ученики? У меня примерно такая же тайна, но только вот мне в феврале 10 лет исполнится на эту тему. То есть, мы такие трезвые рок-музыканты. У нас группа трезвенников, на самом деле. Серьезно? Нет, это круто. Группа инвалидов-трезвенников. Вы, в принципе, поддерживаете все эти запреты. Я, например, считаю, что запретами добиться результата невозможно. Были периоды в свое время при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, когда он виноградники вырубал, дескать, сухой закон. К чему это привело? Все помнят прекрасно. А толку-то от этого было ноль. Допустим, запрет на курение тот же самый. Он может как-то помочь людям стать здоровее? Или все будут делать то, что делали только втихаре? Да, тут каждому самому решать, надо ему курить, не надо курить. Если он будет курить, он все равно найдет сигареты. Правильно. Но запреты помогают? Я думаю, что нет. Запреты? Я думаю, что нет. Запретный плод сладок же, да? Они, наоборот, будут сподвигать только к тому, чтобы люди курили где-то в закоулках. У нас же российский менталитет. Чем больше запрещаешь, тем больше хочешь. Конечно. И мне тоже кажется, что это абсолютная глупость. Пригласите, пожалуйста, группу «Адаптация», пишет кто-то. Группа «Адаптация» в программе «Живые» уже была. Вы многое пропустили, уважаемый. Но это не к тем нешним. Так, значит, Влад, поздравляю, молодец, так держать. Парни из Купчино. А с чем поздравляют-то Владе в данном случае? Ну, что так держать. А, ну так и держи. Попса достала «Дорогу живой музыки» Дмитрий из Краснодара. Ну, конечно, мы эту дорогу и даем каждый вечер. Да вообще, в принципе, радиостанция под названием «Наша радио» дает дорогу исключительно живой. И сейчас в новой своей политике абсолютно живой. И часто молодой, малоизвестной, но очень хорошей музыки. Так, ребятам огромный привет. Нет, это уже было. Значит, куда вы дели гармониста Колю? Спрашивает Блёха Краскин. Колю куда дели гармониста? Ну, как-то разошлись пути в пути. Ну, у вас гармошка-то звучит. Потому что Коля, он там внутрь залез. В подкладе, да. Я открою маленький секрет. Звуки клавиш там, всякие разные шумы, интершумы так называемые. И гармошка, это все звучит. Духовая, даже труба была в одной из песен, я слышал. Это плейбэк так называемый. А был Коля, да? Да, в Делирии был Коля, да, Николай Котов. Ну, нет-нет-нет, в Делирии, ладно, я имею в виду, в составе группы Небо. Нет, в Небо не было. Ну, и все тогда куда, никуда и не девали, его и не было. Дорогие музыканты, спасибо за простой текст и легкую музыку. Вы настоящие. Удачи вам и радуйте нас. Мира, тепла, любви, доброты вашим семьям. Оля из Мурманской. Ну, приятно. Еще бы. Всегда приятно добрые слова, наверное, получать. Тем более за творчество. Давайте петь дальше. Что это будет? Следующая песня «Мечты сбываются». Наверное, про всех музыкантов страны. Отчасти автобиографичная. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа из Санкт-Петербурга «В небо». Поехали. С утра по всем каналам показали твой клип. Это значит, ты конкретно парень прилип. Ты один в своем роде супервайзер продашь. Тебе удалось продать свой кураж. О-е-е-е-е. О-е-е-е. О-е-е-е. Вспомни, как все начиналось. Ты бросил свой институт. Тебе тогда показалось, Что тебя продюсеры быстро найдут. О-е-е-е. 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 Повернулся с войны. Мечты сбываются, А жизнь, как собака злая, Кусается. Мечты сбываются, А жизнь, как собака злая, Кусается. Мечты сбываются, А жизнь, как собака злая, Мечты сбываются. Время летело Ты учился писать хиты Молодец, что любимое дело Нет, забросил ты И вот с утра по всем каналам Показали твой клип Это значит, ты конкретно парень прилип Ты один в своем роде супервайзер продаж Тебе удалось продать свой кураж И вот с утра по всем каналам Показали твой клип Это значит, ты конкретно парень прилип Ты один в своем роде супервайзер продаж Тебе удалось продать свой кураж Мечты сбываются А жизнь, как собака злая Кусаются Мечты Спеваются А жизнь, как собака злая Кусаются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живые Живой звук Живое общение Двигаемся дальше Группа «В небо» сегодня В живых Это группа из Санкт-Петербурга Ребята специально приехали в Москву Для того, чтобы показать вам, уважаемой Всей нашей огромной стране, свое творчество Огромный привет группе «В небо» Особенно гитаристу Руслану От клавишника группы «Нордвейвс» По совместительству племянника Наиль Наиль написал Племянник, что ли, играет в той группе, в которой ты играл? Ну, да, он мой родной племянник И тоже музыкант начинающий Ну, как-то ты так улыбнулся скромно Ну, это приятно, когда родственники слушают и привет передают Ну, правда? Да, очень приятно Спасибо тебе, Наиль Лена, спасибо, Рената Я думаю, что вы все там слушаете, сидите Я вас тоже люблю очень Я уверен Трогательно И мама тоже Женам за терпение тоже спасибо Вот это тоже важный момент А вот, правда, интересно Да Нет, секунду Когда музыкант начинает только свое творчество И рвется к цели Пытается найти себя Пытается найти свой стиль, свой звук И коллектив работает и растет Жены сидят дома и кукуют Да? И вдруг начинается другая пора Вдруг концерты Ночные репетиции Нормально, в прямом смысле Или гастроли Опять-таки, жены сидят, кукуют И в том и в другом случае Когда музыкант только начинает И вроде бы у него еще нет какой-то перспективы Она надеется на то, что она будет Одна Когда у музыканта уже есть перспективы Он растет, развивается И потихонечку становится более крепким и интересным Она опять одна Как жены терпят-то все это хозяйство Да, наверное, думаю Чем бы муж не тешился Лишь бы не повесился Хороший юмор Добрый Добрый юмор Слушайте, вот Сергей Орел Пишет вот что Доброго времени суток Приятная и правильная музыка Всегда интересовала А как группа-то принимает новые песни И тексты солиста Или вам все равно, что играть? Так, сейчас Влад молчит Потому что тексты его А группа принимает или не принимает Тексты и музыку А музыка тоже твоя вся Правильно? Ну, изначально как бы Аккордовый посыл мой идет А дальше уже раскладываем Но тексты все твои? Да Как вы принимаете? Вот пришел, говорит Вот у меня есть новый текст Вот вам новая музыкальная рыба Давайте Вы что, слушаем? Слушаем Либо нравится, либо не нравится А бывает такое, что не нравится? Конечно, бывает Высказываем Что-то попытаемся поправить Чтобы нравилось всем Либо откладываем в ящик на время А бывает такое, что споры прям вот Колоссальные, капитальные? Бывает, бывает, бывает Кто-кто Критик, критик На 300% Главный критик Хорошо Но если спор возник Если вдруг возникла какая-то, ну Нестыковка То как вы находите консенсус, так сказать? Через мордобитие, условно Через физические какие-то воздействия Или все-таки словом умудряетесь найти? Уходим в глухую защиту Стараемся как-то не ругаться Подумать и оформить что-то еще Какие-то еще варианты ищем Послушайте, а были случаи, когда песня Которая, ну вот, еще ее пока нет Влад принес только заготовку На 100% сразу всем понравилось И сказали Вау, супер А давайте сейчас прямо ее и делать будем А так со всеми песнями происходит Так практически со всеми песнями происходит Ну, нормально А что ж тогда Стас говорит, что он спорит, ругается периодически? Ну, на самом деле Мне лично, да, я вот Мне очень нравятся стихи Влада Стихи замечательные Замечательные И это именно стихи Как вы правильно заметили Без тени графоманства Это сейчас очень распространено в России И поэтому я участвую в этом проекте Именно потому, что материал Очень Не материал, стихи очень хорошие Я не могу назвать это материалом Стихи Как ты к критике относишься? Скажи мне Спокойно Ну, потому что много уже было Пять секунд подумал все-таки Смотри, Игорь Анин что пишет Две первых песни не впечатлили Показались чем-то шансоновым Чего я не воспринимаю А дальше помаленьку Стала появляться реакция души Продолжаю слушать Согласен с тем, что тексты Не только тексты песен Но и стихи А вот голосу не хватает яркости Глухо как-то, на мой взгляд Может, просто простыл А, простывшие, да? Сиплые? Ну, чуть-чуть, может быть А, ну так бывает Погода сейчас мерзкая, действительно А я слышу, что какая-то сипловатость Не твоя, судя по всему Действительно Я же слышал записи другие Там позвончие Зима, зима Приболел Ну, вот это оправдание Объяснение Это не оправдание Это объяснение Действительно, так оно и есть Сейчас многие хворают Знаете что? Задам сейчас один глупый Совершенный вопрос Не вам, а нашей аудитории Я, пожалуй, знаю на него ответ Хотя Кто знает, как все может обернуться Безусловно То, что вы скажете сейчас Может оказаться решающим Но Я свое мнение уже сложил Поэтому Отверить его на вопрос Да или нет Дело ваше А я уже потом посчитаю Посмотрю Сколько все-таки было положительных ответов Вопрос простой Достойна ли музыка группы В небо Постоянной ротации В эфире нашего радио Наша аудитория Она зачастую Является нашим судьей Не направляющим фактором А судьей Отличный вопрос Так вот Достойна ли музыка Группы в небо Из Санкт-Петербурга Ротации На нашем радио 5-2-8-3 Это короткий номер Для ваших смс Времени еще достаточно Полчаса впереди Поэтому отвечайте На этот вопрос 5-2-8-3 А теперь следующая ваша песня Как она называется? Если надо Ну, а то, конечно Чего же не надо-то Раз уж вы здесь Живой звук В программе Живые Группа в небо Из Санкт-Петербурга Поехали Санкт-Петербурга Я, наверное, не с этой планеты А с какой-то другой Психологическая война Санкт-Петербурга Что сказать, когда слов не осталось Санкт-Петербурга 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 Все из Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга Уф Peugeot А ведь это хит. Спасибо. Спасибо. Тебе спасибо. Ребятки, это вам спасибо. Эта песня абсолютно легко, как мне это видится, и абсолютно точно ложится в эфир нашего радио. Просто как сказочное, как влетая. А Дудук чей в этом произведении? Ну там Дудук звучит? Да, прописывал человек просто отдельно. Очень красиво. Вот нереально красиво. У вас есть, я знаю, теперь уже песня с фолковым вокалом. Бабушки поют какие-то. Да, тут Дудук, там где-то Интершумы, какого-то вокзала. Я так полагаю. Ну, чтобы была определенная иллюзия вокруг стихов. Это понятно. Но если это пластинка, это все песни с одной пластинки. Какая тогда у нее концепция этой пластинки, если все настолько разнообразно? Просто хотелось, чтобы все песни были чуточку разные. С разным настроением. Ну и, по-моему, это удалось. Более чем. Это более чем удалось. Мы не придерживались какого-то одного там саунда, одного какого-то направления, там что-то. Хотелось разное, разное. Вот я не слышал этой вашей песни до эфира. Я могу сказать, что я сейчас под таким глубоким впечатлением, что даже с аплодисментами слегка подзапоздал. Я подзавис, как компьютер. У меня случился синий экран. Вот здесь Виктория пишет. Вот что. Большой привет, особенно Денису. Ребята, это судьба. Редко слушаю эфир живых, просто не попадаю. А сегодня попало. А ведь около месяца назад именно Денис постучался ВКонтакте ко мне в друзья и пригласил послушать группу. Сначала Новый год, потом Дела. В общем, не послушала. А сейчас слушаю в живых. Очень нравится. Пишет Виктория. Другая группа? Я дальше пока не вижу, что она там дальше написала. 511. Ой, простите, перепутала с Десятым небом. А, да, перепутала. Но, тем не менее. Кстати, групп с названием, у которых в названии есть небо, ведь достаточно много. Вот Десятое небо, что-то там полнеба есть, да, или кто-то в небо. Не боялись, что будут путать, вот как сейчас? Не, не боялись. Мы долго думали, как назвать. В том числе думали о том, что будут там созвучные с этим словом названия. Но все-таки приняли решение остановиться на этом, в небо. Ну, в общем, оно очень такое, я бы сказал, романтичное название. Да. Надо придерживаться тогда стилистики в постоянном режиме. Но раз в небо, то нельзя петь какую-нибудь гадость. Надо исключительно романтические песни сочинять. А хватит сил, хватит задора на лирику такую тонкую. Ну, как раз после сорока там и пойдет помягче. 5-2-8-3. 5-2-8-3. Это короткий номер для ваших смс-ок. Еще раз напомню вопрос, который задаю. Согласны ли вы с тем... Нет, вернее, не так. Достойны ли песни группы в небо, которая сегодня в живых, ротации на нашем радио? Уже есть ответы, их много. И что там скрывать? Да, 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 сплошные да, пока пишут. Конечно, достойны, да. Достойны 100%, достойны, да. Ну, и так далее. Да, больше, чем достойны. Что значит больше, чем достойны? Не очень понимаю. Ну, хорошо. 5-2-8-3. Достойны или нет? Ваше мнение важно, потому что вы сегодня слушаете эфир, вы судьи в некотором смысле. Читаю кое-что, что у нас сейчас попадается мне на глаза в официальных группах. Значит, я правильно понял, что все сторонние инструменты из коробочки, пишет Сергей Олегович. Ну, в смысле плейбэк. Сторонние инструменты имеется в виду ни гитара, ни баса, ни барабан. Ну, да. Да, мы используем плейбэк с клавишными инструментами, так как у нас в коллективе нет хорошего клавишника, пока не пришел. А мы согласны только на хорошего. Это естественно. Вот. Поэтому мы используем данную, скажем так, машину пока. Ну, и правильно. Кстати сказать, для гастроли удобно. Кормить-то его не надо, было бы электричество, и место для проживания не нужно. И зарплату не просят. И зарплату не просят. Костя Куляцев пишет, да. Ну, достойный, то бишь. Костя, спасибо. Лекс Бакулин, буду краток. Мне нравится. Ну, в общем, значит, так, секундочку. Алексей Иваченко пишет. Семен, а вдруг вы уберете или подожмете что-то хорошее, на что народ никогда бы не согласился? Я считаю, что данный вопрос не должен касаться аудиторию. Конечно, песни группы «В небо» хороши, для радио. Так, вообще идеальный. Но уж лучше работа с ротацией оставалась за спинами ответственных за нее людей. Так, я, простите, за ротацию и отвечаю. Я программный директор этой радиостанции. Собственно, это моя работа. Ставить песню в ротацию, составлять плейлист и придумывать, какие группы ставить в эфир. Но в данном случае Алексей имеет в виду, видимо, следующее. Привычные для слуха и восприятия группы, звучащие в эфире нашего радио, он боится, что мы их, вот я их задвину на задворке. Но пока же не задвинул, согласитесь, пока же они в эфире звучат и будут звучать. Куда нам без кино? Куда нам без Алисы? Куда нам без Арии? Куда нам без Сергея? Ну как без них? Это же классика. Без этого не обойтись. Но и молодым дорогу давать надо. В данном случае я говорю о молодых коллективах. Потому что ребята в этой группе ну уже не мальцы. Они взрослые люди, владеющие инструментом, владеющие языком, умеющие рассуждать, философствовать и глубоко копать. Но всего-то год коллективу, да, в небо. А смотрите, уже альбом есть. В общем, хороший альбом, замечательные песни. И поэтому, когда я спрашиваю, достойна ли группа та или иная эфира и ротации, я всего лишь хочу услышать мнение той аудитории, на которую работает радиостанция под названием «Наша радио». Ведь это важно. Ведь это важно. Чего так замолчали-то? Я что-то долго говорил, простите. Просто человеку объяснял некоторые позиции, чтобы было совершенно все. Мы согласны. Еще бы вы-то были не согласны. Так, идем дальше. Нет, люди между собой общаются. Это уже не вопросы. Ох, Семен, ты, конечно, не ошибаешься. Правда, поэтика интересная. Роман Романов написал. Ну да. Алекс Килгур. Латиница Алекс Килгур. Да, редко пишу в живые. Но вот именно в небо. Не вызывает отторжения по всем рецепторам. Молодцы. Достойны. Значит, как минимум, у Алекса вы одни из немногих, кто не вызывает отторжения по всем рецепторам. Спасибо ему большое. Уже хорошо. Честно. Давайте дальше споем. Что это будет? Гагарин. Да ладно? Песня о великом первом космонавте Гагарине. Ну, понятно, что если Гагарин, то это о нем. Живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «В небо». Погнали. 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 Я небо не променяю Ни на какие средства Я о небе мечтаю Сколько себя помню с детства Лайнеры над головой Мне не дают покоя Зовут меня за собой Я вспоминаю героя Юрий Гагарин вечно молодой Смотрит на меня с фотографии Я живу под своей звездой У меня своя биография Юрий Гагарин вечно живой Смотрит на меня улыбается Я иду с моей тропой У меня все получается Я за небо отдал бы много Чтобы летать как птица Кто в небе тот ближе к Богу У пилотов счастливые лица Мне за штурвал в кабину В небо поднять машину От счастья поплывет голова Поехали золотые слова Юрий Гагарин вечно молодой Смотрит на меня с фотографии Я живу под своей звездой У меня своя биография Юрий Гагарин вечно живой Смотрит на меня улыбается Я иду своей тропой У меня все Юрий Гагарин вечно живой Смотрит на меня улыбается Юрий Гагарин вечно живой Смотрит на меня улыбается Есть такое дело про Юрия Гагарина И, кстати, опять же, все очень на личное похоже Есть такое ощущение, вот у меня чувство, что все песни твои, все стихи Я говорю не тексты, а именно стихи Это как часть прожитой жизни Как будто бы маленькое признание или рассказ о себе самом Как иначе-то? Бывает иначе Очень часто люди говорят, что нет, я вот там фильм посмотрел Эмоция какая-то родилась И вот по мотивам фильма или прочитанной книги я написал песню А такое ощущение, что ты пишешь все исключительно по своим переживаниям Да, наверное так, да Виктория Булайна пишет Влад, приглашаю в полет на самолете за штурвалом Примешь приглашение? Когда, Вик? Ну, не знаю, она пока не написала когда Сейчас ответит, наверное Ну, так подожди, ты принимаешь приглашение или нет? Да, 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 да Сейчас Виктория будет даты назначать Я пошел Подожди, подожди, да поем, потом пойдешь А вот мне понравилось очень сообщение из Питера На СМС-портал 5283 пришедшее Сообщение, которое, на мой взгляд, блещет Оно, если бы мы призы выдавали за сообщение на СМС-портал Я бы сегодня именно этой девушке отдал бы главный приз Видимо, там есть Т9, элемент такой Пишет она вот что, люблю своего мужа принципиально Я вот так вдруг задумался, а что значит любить мужа или жену принципиально Но! Есть у него сено-бонус Что такое сено-бонус? В виде моего личного знакомства с группой и с арестом Владом А ответ на вопрос, да, достойный ротации Катя Коробейкина Что за сено? И почему бонус в виде, ну, то, что бонус у нее есть В том смысле, что знакома с Владом и с группой А почему у него есть сено И почему она его любит так уж принципиально Кать, я не очень соображу То ли я туповат сегодня к вечеру То ли что-то не так здесь, в нашей консерватории Кать Коробейкина, знаешь такую? Да, знаю Вот, но она любит мужа принципиально, имею в виду Я их очень давно знаю И ее, и мужа Ну, ну, очень зацепила композиция Если, кстати, спрашивали, как называлась последняя песня Это что-то фантастическое решила не об этой, Гагарин, а о предыдущей Которая Сказал, что Хит нашего радио Если надо Ну, мало ли, что я сказал Да, если надо Да, именно о ней Если надо называется эта песня И вот человек тоже пишет Очень зацепила композиция Если надо Такое может написать человек Который сам переживал подобные чувства Спасибо вам огромное Ну, вот просто, что называется, с языка Этот человек, не подписавшийся Снял мою мысль тоже Я тоже ощущаю Вот просто интуитивно чувствую, что все эти песни Вообще, хотелось бы, чтобы Да Если надо, однажды вошла в какой-нибудь фильм Просто есть одна-две песни, которые Чувствуешь, что саундтрековые А какая еще? Ну, это, допустим, ладно А еще какая? А, вот сейчас пишем следующую песню Например К новому альбому Вот В январе Времени нет Песни Вы уже еще и следующий альбом пишете? Потихонечку Ну, надо же двигаться дальше А что? То есть, какие молодцы? Только первый вышел, а уже и второй По-моему, Юля скидывал как-то Времени нет Это Следующий Вот мы в январе буквально как неделю назад записали Не, ну, пока ты мне не пока Вчера еще просто не успел мне показать Да Много у нас заморочек, много всего Понятно Всегда говорю, что порядка там 70-80 заявок Конечно, хочется, чтобы какая-то песня вошла в фильм А в какой фильм? Про космос, про самолеты, про, не знаю Просто в хороший фильм Просто в хороший фильм Но песни-то все, они вот такие, с воздухом Значит, Алексей Иванович А, хотя у нас есть Одна песня Да, есть у нас одна песня Ну, сегодня мы Песня «Дойти до конца» А будете петь ее сегодня? Нет, сегодня не будем Песня «Дойти до конца» Она войдет в фильм «Обочина» «Обочина» это фильм режиссера Юрия Спиридонова Снятый при поддержке Чувашкина Ну, фильм когда появится? Весной 2014 года Весной, то есть весной 2014 года нужно ждать фильм «Обочина» В котором можно будет слышать вот какую песню? «Дойти до конца» А, вы ее сегодня не поймете? Я понял, да, вот это я пропустил Потому что читал сообщение Скажите, Влад, в очках и кепке? Нет, только в очках А кепка на наушнике не помещается Судя по всему Все, решил не одевать кепку На сцене-то еще и в кепке Бывает в кепке, да Клево Но это образ такой, сценический Да Ну, черные очки и кепка И даже сейчас в светлой студии Ты все равно в темных очках Не, я не против, просто спрашивай Да, наверное, образ Некий образ Давайте так, чтобы не терять В обычной жизни без очков Ну, я понял Пришел-то ты без очков, да Это я заметил Давайте мы с вами сейчас споем Потому что я понимаю, что еще на две песни У нас времени должно хватить И очень не хотелось бы Чтобы этого не случилось Поэтому давайте сейчас споем Потом посмотрим уже Сколько мы у нас Долгожданную Ниццу Вот, да О, кстати, Ниццу просили И на СМС-портале я видел сообщение Чтобы ребята спели Ниццу И в официальной группе тоже об этом говорили Итак, Ницца Так называется песня Которая прозвучит следующая Группа «В небо», как всегда Живой звук-программе «Живые» Поехали 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 Не остановиться уже Необратимые процессы в душе Всегда один-один Совсем один на живой Не уходи, дружба, побудь со мной Я устал быть первым Устал быть последним Устал быть самим собой Закончились нервы И выгляжу бледным А жизнь все равно это боль Я миллиарды лет Вижу тоннель на тот свет Я миллиарды лет Вижу в тоннеле свет Мне снится, нится, нится Снится, синица в руке Мчится, мчится Колесница По гробовой тоске Мне снится, нится, нится Снится, синица в руке Мчится, мчится Колесница По гробовой тоске Мчится, мчится, нится, нится Снится, нится, нится По гробовой тоске Мчится, нится, нится Лети на свою параллель Лети на свою широту Не пропади в ветер Не потеряй мечту Скажи себе, кто твой друг Скажи себе, кто твой враг Не опускай своих рук Живи, люби, просто так Я миллиарды лет Вижу тоннель на тот свет Я миллиарды лет Вижу в тоннеле свет Мне снится, нится, нится Снится, синица в руке Мчится, мчится Колесница По гробовой тоске Мне снится, нится, нится Снится, синица в руке Мчится, мчится Колесница По гробовой тоске Мне снится, нится, нится Снится, синица в руке Мчиться, мчиться, колесница по гробовой тоске Мрежница, мчится, мчится, снится, снится в руке Мчиться, мчиться, колесница по гробовой тоске, тоске, тоске Всех! Ну, в общем-то, всего у нас, и времени остается совсем чуть-чуть буквально одну песню. Америка, Америка, Америка. На разговор уже времени не остается, но я хочу вам сказать огромное спасибо, группа в небо. Замечательный, совершенно замечательный коллектив. Вы вызвали реакцию в нашей аудитории исключительно положительную, по крайней мере, то, что я вижу. От Виктории Булавиной с вопросом, которая обращалась на предмет полета на самолете, пишет, полет на самолете будет подарком на твой день рождения. Когда он у тебя, Влад, спрашивает. В августе, в августе. Переживем зиму, держим до лета. Виктория готова отдать тебе штурвал своего самолета, судя по всему, контролируя и надеюсь, что супруга ревновать не будет. Итак, группа в небо были сегодня в нашей программе, в программе живые, на нашем радио. Спасибо вам, братцы. Прощаемся со всеми вами, имея в виду аудиторию, теперь уже до понедельника. А вам успехов, удачи и творите, творите, творите. Финальная песня, как еще раз? Америка. Будьте здоровы, пока. Прекратим истерику, мы летим в Америку. Будь бай, 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 бай. Нет дыма без огня, вспоминай, не забывай меня. Меня, 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 меня. Я вышел на тропу войны с гитарою наперевес. И как дурак все жду, когда угомонится бес В моей душе, в моей душе, в моей душе. Снова все пропало И есть только один вариант Все пропало снова И нет запасного Песни пишутся в стол Вот он, мой рок-н-ролл Разлетелся весь пух и прах До встречи на небесах До встречи на небесах До встречи на небесах Не ищи во мне себя Я сам ищу себя во мне На войне, как на войне Как на войне, как на войне Может, я придумал все Может, это страшный сон Может, зря держу в стволе Для себя патрон Прекрати истерику Мы летим в Америку Нет дыма без огня Вспоминай меня Я как дурак все жду С гитарою наперевес Когда в моей душе Угомонится кляс Снова все пропало И есть только один вариант Все пропало снова И нет запасного Песни пишутся в стол Вот он, мой рок-н-ролл Разлетелся весь пух и прах До встречи на небесах До встречи на небесах До встречи на небесах До встречи на небесах Мы летим в Америку Goodbye Goodbye Bye 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 Прекрати истерику Мы летим в Америку Goodbye Bye 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 Прекрати истерику Мы летим в Америку Goodbye Живые Живой звук Живое общение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok